Сейчас вообще очень модная эта тема, знакомиться вообще в интернете, в сети, в частности на сайтах знакомств, в тиндере. Женщины тоже ищут там разное, но уже с женщинами понятно, более понятно. А что ищут там мужчины? Я думаю, что они ищут там более такой легкий способ получить то, что в принципе мужчины любят получать, женщины. Что они любят получать от женщины, это секс. И для меня это такой поход по пути наименьшего сопротивления. Народное мнение, там доступные женщины, доступные, простые и доступные. Не надо прилагать усилия, голодные, которые хотят, если уже вышла на сайт знакомств, значит совсем тоска в жизни. Совсем. Это не весело, это грустно на самом деле. Но мужики этим пользуются. Хорошо, если еще до секса дошло. Хорошо. А если вот это, да, получило ощущение своей значимости и до свидания. Вот это грустно. Человек, который находится вот в сексуальном возбуждении, он выберет подтверждение своей значимости вместо сексуального контакта. Вот у женщин-то этого побольше будет. «Все. Я насытилась, да, там, я королева. Или я король. Все. Меня заметили». И это говорит о том, об уровне собственной внутренней нищеты. Внутренняя нищета. Я получаю подтверждение себя. Ну, у всех по-разному, да, там, для кого-то важно просто я есть, для кого-то важно я красивый, для кого-то важно, что вот я охотник, да, вот она моя. И, к сожалению, это перевешивает простые животные инстинкты. Если это перевешивает простые животные инстинкты, да, а мужики, ну, я думаю, что, ну, как-то молодые, да, там, знакомятся в интернете, то представляете, какой силы нищета. Я не буду называть это даже словом самооценка, чтобы понятнее было. Нищета. Нищета и безобразие. А как же те пять процентов пар, которые потом заключают брак? А как это противоречит, может, противоречит этим вещам? Ну, мне кажется, что это просто какой-то более современный способ знакомиться. Ну, вот раньше знакомились там на каких-нибудь вечерах, а теперь знакомятся в сети, нет? Почему это воспринимается как что-то такое? Как что? Ну, как секс-знакомство. Ну, я бы не сказал, что это секс-знакомство. Просто сейчас, в наше время, ну, вообще, знакомство, это, я не говорю, что это именно только через сеть так знакомство происходит. То есть, и обычное знакомство, оно тоже очень часто заканчивается вот, ну, быстрым сексуальным контактом. Ну, там, это отдельная тема, почему так происходит. И где вот этот момент сближения, почему люди сразу переходят к сексу. Но вообще, да, там, соцсети сейчас неотъемлемая часть нашей жизни. Ну, мы все есть в соцсетях. Очень редко, когда человек ограничивается по тем или иным причинам. И это один из способов, ну, заводить знакомство. Ну, и знакомство в соцсетях, это такой более легкий, безопасный способ для того же мужчины, ну, выйти на контакт. Потому что, ну, тут тоже есть психологический момент. То есть, когда ты знакомишься в соцсетях, у тебя есть своего рода сформированный образ себя на этой социальной страничке. То есть, там твоя красивая фотография, ну, с какого-то удачного ракурса. Там отражение какого-то твоего, опять же, социального статуса. Там, не знаю, где-то ты там сфотографировался около тачки, где-то на мотике, где-то в каком-нибудь костюме деловом, где-то там еще с чем-нибудь. Ну, создается определенный образ. То есть, определенный образ, определенный вид. И ты уже заходишь знакомиться конкретно вот с этим образом. То есть, ты не подходишь такой, какой ты есть. Там, не знаю, где-то немного в смущении, где-то в стеснении. То есть, ты уже начинаешь с позиции вот как раз-таки этого альфа-самца, который вот, ну, там, победитель по жизни. В реальных отношениях, ну, достаточно тяжело иметь такой уровень уверенности в себе, такой, ну, уровень такой самоценности, когда ты можешь вот подойти и так достаточно там прямо познакомиться. Ну, люди там, получается, общаются так, что при этом они знают, что партнер, с которым они общаются, общается еще там с большим количеством других людей. Наверное, да. Ну, наверное, как-то подразумевает, что общается. Для мужчины же это вообще не характерно, да? Он же все-таки завоеватель. В интернете он не завоеватель, он кнопка-нажиматель. Вот от завоевателя это очень сильно отличается. Завоеватель претерпевает очень сильные невзгоды. И холод, и жару, и голод, и не всегда победы. Ему страшно, он реально встречается на улице. То же самое, пойди на улице, познакомься с таким количеством женщин, поговори хотя бы, с которым ты общаешься в интернете. Я посмотрю, что ты увидишь. Во-первых, это надо выйти из дома. Сейчас такое модное слово, это надо нарушить зону комфорта. Пошлятина. Чтобы выйти к женщине, надо нарушить зону комфорта. Ужас. Где твои инстинкты? Хотя бы самое простое, которое ведут тебя на улицу, где нету. Почему? Время очень хорошее. Очень хорошее время. Даже если посмотреть по экспериментам с животными, вымирание начинается в момент изобилия. Многие со мной не согласятся, что сейчас время изобилия. Но сейчас именно так. Изобилие массы выбора. Доступности, еды, секса, всего. Развлечений, хлебозрелищ. Естественно, самцы начинают вымирать. Самки вместе с ними тоже. Накал эмоций можно получить такой же, а может быть даже и больше. Потому что, когда ты встречаешь сериального человека, ты видишь прыщик на носу, волосок торчащий где-то, неприятный запах. Какой-нибудь голос может быть не такой. Да все, что угодно может быть не такое. А тут у тебя поле для фантазии. Ты видишь эту фотографию, видишь эти слова, которые вы пишете. Так можно всю жизнь остаться в этом поле для фантазии у себя на диване с пивом? Я думаю, что у многих так и происходит. Не выходить на вот этот контакт, а оставаться. Опять же, понятно, что там есть какая-то основа для этого. Ну, то есть, это вот там неуверенность в самом себе, это вот заниженная самооценка. Ну, это там одна категория. С другой стороны, ну, это легко и удобно. Ну, вот если все-таки там мы переходим, ну, вернемся к той теме, когда там используются соцсети для какого-то знакомства и дальнейшего все-таки там сексуального продолжения, ну, вживую, то это удобно. Ну, это прям удобно. Ну, не надо там что-то выдумывать, придумывать, там, куда сходить, там, проводить время. А уже можно в соцсетях там за день-два прообщаться так, как будто вы там уже два месяца вместе провели. И потом уже, почему так быстро все происходит? Ну, потому что время уже чуть-чуть по-другому воспринимается. То есть вообще мнение твое, что там самцы не самого лучшего качества? Конечно, не самого лучшего. А где им там лучшего взяться? Лучшие самцы на тренировках, в спортзалах, в библиотеке сейчас тоже домашняя. Но они все на улице, они ходят, они что-то делают. Проводилось просто исследование еще такое, да, вот я читала о том, ну, как люди знакомятся в современном мире. И все-таки приходят там психологи к мнению, что сеть сейчас это самое такое популярное и, ну, средство знакомства вот современности. То есть вот нашего времени. Раньше тренажерный зал улицы, а сейчас сеть. Потому что люди все заняты. Ну, некогда ходить. Согласен, согласен. Отчасти хорошо и доступно. Другая сторона грустная. То, почем тоскуют все женщины. Чего они говорят? Иду на улице, хоть бы один подошел. Хоть бы смелости набрался, да, там, сказал бы что-нибудь. Я уже и так, и так, а он все. Доступность есть, а живость, жизнь пропадает. Эротизм. То есть получается, что вот интернет, соцсети, вот эти приложения для знакомства, они как будто создают иллюзию, что мы сближаемся, но на самом деле мы все дальше от настоящей близости. Я не думаю, что здесь уже имеет смысл делить на настоящую, либо ненастоящую близость. Вот я бы вообще вводил новое понятие какой-то близости. Вот близости, которые есть там при общении виртуальном. Потому что, ну, уже на сегодняшний день вот это вот общение виртуальное, оно в каких-то моментах начинает преобладать. И если его делать ненормальным каким-то, то тогда у нас все общество становится ненормальным. А если это общение и этот вид близости делать, ну, как чем-то особенным, ну, как ввести новую вводную, вот, то тогда, ну, остается какой-то вот выбор. Там ты идешь в ту близость, либо идешь в эту близость. И при этом, и при всем при этом ты, ну, там, в какой-то из точек не остаешься нормальным, либо ненормальным. И вот, судя по тому, что происходит, я думаю, что, там, не знаю, сколько лет пройдет, но вот это вот виртуальное пространство, оно будет иметь какую-то там свою, там, свой вид, свой какой-то психологический почерк. Не знаю, свою какую-то особую, может, ну, оболочку и, там, не знаю, структуру. Ну, все похоже на это, что это будет формироваться и уже каким-то образом формируется. Просто еще наши, скажем так, старые умы, которые, там, родились, ну, и прожили мы, там, из 80-х, мы еще цепляемся за вот это старое восприятие. Ну, там, посмотреть про вот новое поколение, то есть, там, вот это вот вообще, там, очень много этого, то есть, там, телефон, планшет, YouTube, каналы, то есть, там, можно, не выходя из, вот, ну, из этого вот пространства, иметь кучу связей, там, эмоций, чувств, отношений получать. И при этом, ну, как бы, эти чувства и эмоции, они сроднее, думаю, тем, когда ты встречаешься с людьми. Меня это тоже пугало сразу. Ну, сейчас я уже немножко по-другому к этому отношусь. Ну, хотя сам я больше, вот, из, там, из старичков, которые, ну, для меня важен контакт, для меня важно общение, для меня, ну, вот, важно взаимодействие такое, живое. И люди, которые потом обращаются за помощью, в основном, они приходят после первого контакта, первый, второй, другой человек вообще. И переживается это очень больно. И иллюзии относительно другого в виртуальной реальности велики и виртуальны. Но ничто так не убивает человека, как собственная надежда. Ведь она же там последняя умирает.